Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите «Новости» Анапа-Регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. Тёмная история солнечного микрорайона. Как развиваются события и о том, какой выход из сложившейся ситуации жителям предлагают энергетики. Лекарства для здравоохранения. Политика анапских властей по привлечению медицинских кадров выходит на новый уровень. Кто сильнее, смелее и ловчее – доказывали казаки со всей страны на турнире по казачьему рукопашному бою. С сегодняшнего дня началась масленичная неделя. Она поотметит широкую масленицу весело и с размахом. В городе и районе пройдет ряд праздничных мероприятий, главный из которых – масленичная карусель, состоится в воскресенье на главной площади курорта. В этот день выступят самые лучшие коллективы нашего города. Пройдет конкурс традиционный на самый ажурный блин. Выступят артисты шоу-театра «Лотос» из Краснодара. Ведущие запустят колесо истории, где расскажут о лучших традициях масленицы, как древних, так и современных. Мы всех приглашаем поучаствовать в народных играх и забавах, перетягивании каната, ручеек, масленичный столб. Праздновать широкую масленицу начнут уже с 24 февраля. Во всех сельских округах пройдут народные гуляния с театрализованными представлениями, конкурсами и, конечно, блинами. Власти АНАПы ведут серьезную кадровую политику в сфере здравоохранения. Наш муниципалитет – один из немногих в Краснодарском крае, где за счет местного бюджета оказывают поддержку востребованным специалистам. Выражается эта помощь в компенсации за аренду жилья и приобретение квартир для семей врачей. Глава АНАПы Сергей Сергеев также дал поручение своему заместителю Людмиле Мурашовой активнее сотрудничать с Кубанским государственным медицинским университетом, проводить встречи со студентами и создавать кадровый резерв для лечебных учреждений города-курорта. Качество оказания медицинской помощи и доступность медицинских услуг жителям города и села – вот главные задачи, которые стоят перед властями и профессиональным сообществом в сфере здравоохранения. Обе неразрывно связаны с кадровым вопросом. У нас не хватает кадров в традиционной системе здравоохранения, поэтому мы очень активно принимали участие в программе «Краевой земский доктор». В прошлом году 26 человек – это самое большое количество по краю мы привлекли врачей для работы в сельских территориях. Приток свежих кадров благодаря федеральной программе в 2016 году получила субсекская амбулатория. Лечебное учреждение, которым руководит Ася Багаян, дефицита в нужных на селе специалистов сейчас не испытывает. Несколько лет назад, когда я приходила сюда работать, здесь было буквально два терапевта. И постепенно мы смогли пополнить наши ряды хорошими квалифицированными специалистами. Ну, к примеру, за прошлый год к нам пришли два педиатра, к нам пришел акушер-гинеколог, к нам пришел терапевт. Конечно, все это действует во благо, потому что население испытывает меньше трудностей. Элементарно для того, чтобы записаться на запись к участковому врачу-педиатру, участковому врачу-терапевту. Это те специалисты, с которых нужно все начинать. Евгения Ирза практикующим врачом стала в сентябре прошлого года. Говорит, узнала о программе от мамы и решение приняла еще будучи интерном. Работу на селе рассматривает как начало длинного и успешного профессионального пути. Работать на селе очень интересно, увлекательно, и это очень колоссальный опыт. В дальнейшем, я думаю, мне это очень поможет в дальнейшей работе. Здесь все люди друг друга знают, всех своих пациентов я знаю в лицо, по именам. Они меня знают, мы уже друг к другу привыкли. Добрая душевная атмосфера. Оказывать приезжающим в Анапу врачам дополнительную помощь от муниципалитета – принципиальная позиция главы города-курорта. Мы – единственная на Кубани территория, где семьям врачей приобретают квартиры и компенсируют аренду жилья. В 2016 году общая сумма выплат составила 1 миллион 300 тысяч рублей. Три семьи получили квартиры. Сергей Сергеев призвал своих подчиненных активнее сотрудничать с Кубанским государственным медицинским университетом. Рассказывать будущим врачам о перспективах работы в Анапе. Что касается кадрового обеспечения, мне кажется, надо применять такую форму не только по лечебным учреждениям. Вот Вячеслав Александрович, я уверен, Сергей Николаевича знает, да? Да это так. Лечебный фонд лично знаком. Можно провести рабочую встречу и посмотреть на общаг, которые сегодня уже заканчивают интернету. Посмотреть, кто приедет к родителям. И провести с ними беседы. Чтобы не получилось. Наоборот, если девчонка выйдет замуж, пусть она и мужа сюда тянет к врачам. Понимаешь? В чем смысл? Если они увидят, что мы заинтересованы, я не идеалист. И не думаю, что все 100%, с кем вы встретитесь, приедут к нам. Но они уже будут понимать, что их здесь ждут. Сегодня в рамках целевого приема в медуниверситете обучаются 17 человек. После получения дипломов они пополнят ряды анапских врачей. Выплатить долг перед энергетиками, а затем взыскать эту сумму с застройщиком. Жильцы дома по улице Солнечная, 54, собирают подписи в пользу этого решения. А поставщики электроэнергии готовы предоставить рассрочку. Наша телекомпания продолжает следить за сложной ситуацией, сложившейся вокруг самостроя. Электроэнергия – дефицитный ресурс там, где нарушен проект застройки и не выполнены технические условия. Получив право собственности через суд, застройщик сбыл все квартиры и оставил людей один на один с проблемами и долгами. Действиям застройщика должны дать оценку компетентные органы. Пока идут разбирательства, в ситуацию вмешались городские власти. Удалось добиться договоренности с энергетиками. О поставке электроэнергии к дому по Солнечной, 54. Управляющая компания заключает договор о тех присоединении вместо застройщика, но при этом она берет на себя его долги. Нам дают график платежа, то есть не одновременно можно платить. От НЭС поступило предложение, закрутить эти долги, создается график, составляется. Мы все это сделаем, если в согласии с вашего согласия. Чтобы уйти от этого вопроса, от застройщика, чтобы уйти, чтобы этот вопрос не тянулся дальше, мы должны узаконить. Когда мы уже узаконим нашу подстанцию, мы заключим договор и будем оплачивать уже им за потребляемую мощность, мы в дальнейшем, как только прошел первый платеж, мы можем уже подать заявку на увеличение мощности. В настоящий момент идет сбор подписей жильцов. В домах почти 260 квартир. Если большинство выскажутся за выплату долга, то в течение 10 месяцев каждому собственнику необходимо будет вносить примерно по 2-3 тысячи. Если это окажется долг застройщика за выполненные услуги, которая НЭС выполнила эту услугу уже, застройщику, она выполнена ему, значит, она должна требовать деньги именно с него. Но если она будет выполнять услуги новые, то, естественно, мы ее должны будем оплатить. Единственный вариант, другого варианта я тут не вижу. Застройщик кинул, все, не даст денег. Главное сейчас, чтобы мои дети не мерзли. Свет в самострое появляется также по расписанию, правда, на энергетике увеличили время отпуска электроэнергии. По словам руководителя управляющей компании Овика Маргаряна, сегодня главное – это перевести отношения с ресурсоснабжающей организацией в правовое поле. Затем можно будет обращаться с иском к застройщику. Юрист городской администрации помог составить заявление в суд. Голосование еще идет, так как часть собственников живет в других квартирах или даже городах. Офицер – профессия героическая. Под таким девизом прошла встреча старшеклассников с военным комиссаром Темрюкского и Анапского районов. Престиж армии неуклонно растет, а отслужившие ребята пользуются не только почетом и уважением, но и получают значительное преимущество в дальнейшей жизни. В зале Центра культуры Родина собрались более сотни школьников старших классов. Для них эта встреча весьма актуальна, ведь совсем скоро начинается призывная кампания и набор в ряды вооруженных сил российской армии на срочную службу. Для большинства ребят служить или нет вопрос не стоит. Самое главное – выбрать вид службы. Год срочный, поступление в военное училище или контракт. В любом случае, этот выбор ребятам придется сделать осознанно, ведь от него зависит ни много ни мало. Будущее каждого из них. Если не отслужил по каким-то причинам и достиг 27 лет, значит, если незаконно уклонение от службы, то выдается вместо военного билета справка установленного борца, где написано, что незаконно уклонялся от военной службы. И министр обороны с 2014 года издал такой приказ, что выдается справка. То есть на работу ни в государственной структуре, ни на службу, никуда с этой справкой он не берется. Поэтому и много молодых людей стремится именно пойти в армию, что-то получить от армии, возмужать, как говорится, какой-то урок жизненный получить и, соответственно, уже выбрать свой жизненный путь правильный. Военком провел беседу с будущими выпускниками, познакомил с историей российских вооруженных сил, рассказал о перспективах выбора военной профессии, особенностях поступления и обучения в высших военных заведениях Министерства обороны, а также о правилах приема в высшие военные учебные заведения и о социальном положении военнослужащих. О преимуществах контрактной службы ребятам рассказал представитель Краснодарского высшего военного училища имени генерала Штеменко. Если судить с того времени, как и я поступал, что там особо, ну, в основном негативное отношение было к вооруженным силам, и зарплаты были маленькие, соответственно, и никто туда не рвался. Вот, ну, с каждым годом, там, ну, был период же, когда не было набора, вот сейчас видно, что люди прям стремятся пачками, там, приезжают, узнают, как и вне поступления, вне сроков поступления приезжают, там, и мамы, и сами приходят, спрашивают, узнают, как, что, когда документы подавать, там, какие экзамены. Военная карьера вызвала живой интерес не только у юношей, но и у девушек. И пусть военными станут не все, но благодаря этой встрече каждый старшеклассник станет с уважением и гордостью относиться к людям в погонах. Ведь не зря говорят, что защитниками не рождаются, ими становятся. В Центральной библиотеке для анапчан творческую встречу провела Наталья Кадочникова, советская и российская актриса театра и кино, создатель и художественный руководитель творческой мастерской династии имени Павла Кадочникова. Наталья из актерской семьи. Большую часть времени проводила на съемочных площадках, что и повлияло на выбор будущей профессии. В ее творческой мастерской дети и молодежь обучаются актерскому мастерству, искусству кукольного театра, хореографии и многим другим видам сценических искусств. В 2015 году прошла презентация книги актрисы «Жизнь как вспышка», выход которой был приурочен к 100-летнему юбилею Павла Кадочникова. Эту книгу она подарила и Анапской библиотеке. Это книга моих детских воспоминаний, просто каким я помню Павла Петровича, потому что его все знают, ну, большинство людей, которые его знают, они знают его актером, какой он на сцене был. А здесь описано, какой он был в жизни, в семье, с близкими людьми, на съемочной площадке. Потому что я практически, ну, можно сказать, что я родилась на съемочной площадке, когда Павел Петрович, как раз вот про Снегурочку сегодня говорили, когда Павел Петрович поехал снимать в Костровскую область Снегурочку, моя папа с мамой только-только поженились, и, в общем, мама моя мною беременная оттуда и приехала. И Павел Петрович все время говорил, что когда перестал, в тот самый миг, когда перестало биться в сердце Снегурочки, забилось сердце моей внучки. Также актриса делилась интересными историями из своей жизни и творческими планами. Встреча получилась очень теплой и душевной. 20 команд из казачьих регионов России, а также Казахстана, приняли участие в 15-м международном турнире по казачьему рукопашному бою «Спас», который прошел в Анапе на площадке спортивной школы номер 10. Мероприятие приурочено ко Дню Защитника Отечества. Перед битвой песня и молитва. В зале 10-й спортивной школы 20 команд из Азова, Таганрога, городов из Таниц-Кубани, Ростовской области, а также Казахстана. Я желаю вас сегодня приветствовать от имени главы муниципального образования города Куртанапа, Сергея Павловича Сергеевна, на нашей теплой, гостеприимной земле. Сегодня вы должны быть достойными славы своих дедов и отцов, которые вы сыграли победу и мирное небо в окладку на войне. Соревновались в общекомандном и личном зачете. По сути, это смешанный стиль. В турнире могут принимать участие мастера любых видов единоборств. Здесь не только юные борцы, но и опытные спортсмены. Олег Манжуев из Анапы занимается боевым самбо. В казачьих рукопашных боях золото брал дважды. Допустим, если взять тот же бокс, казачий, это более универсальный. Там можно все, борьба, ударная техника, руки, ноги. Турнир юбилейный, 15-й по счету. Проводить его в канун Дня защитника Отечества уже традиция. Организаторы соревнований – Анапское районное казачье общество. Наш национальный вид спорта – казачий рукопашный бой. В этом году губернатор дал устный указ о проведении в школах, в школах создавать казачьих боевых искусств. Мы бьемся в перчатках боксерских, чтобы травм не наносить больших. У нас шлемы боксерские. Ну и на свои приемы еще, которые Илья Муромец бился. В этот раз золото взяла команда Краснодарского бойцовского клуба «Кузня». Второе место досталось Курганинскому спортивному клубу «Светогор». Анапчане – на третьем месте. В их копилке шесть золотых медалей. Своё превосходство доказывали и анапские борцы. В субсихе на базе первой спортивной школы прошло открытое первенство города по греко-римской борьбе, посвященное Дню защитника Отечества. В нем приняли участие около ста спортсменов из Анапы и Темрюка. Курорт представляли борцы первой и пятой спортивных школ. У нас есть чемпионы, мы ими гордимся. И я думаю, что у нас спортивная смена на перспективу, пока высокие спортивные результаты. Тем более, я хочу сказать, что буквально скоро эта школа будет иметь другое свое название – школа на письмском резерве. И это большой статус, большая ответственность. И вы, как начинающие спортсмены, наш потенциал должны, конечно, нам помогать, и мы на вас надеемся. На татаме боролись спортсмены от 10 до 15 лет различных весовых категорий. Большинство призовых мест заняли воспитанники первой спортивной школы. Их команда была наиболее многочисленной и опытной. Всего юные борцы завоевали 27 медалей. Из них 9 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых. Команда спортивной школы номер 5 оказалась не столь многочисленной. Всего 7 ребят выступали на татаме, но 6 из них везли по одному первому, второму и 4 третьих места. Цель сегодня наша, во-первых, ребятам нужно пробороться, поменяться мастерством, обменяться, достичь определенных результатов в борьбе, выполнить нормативы на разряд. Ну и к празднику 23 февраля мы специально подвели эти соревнования, чтобы детям запомнился этот праздник и запомнились эти соревнования. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Представляем вам нового партнера программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». Это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте им свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.